Дети Большого Толка 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 Это дает им возможность летать не только задом наперед, но и вверх ногами. Почему попугаи говорят? Потому что у них развитый мозг. Ученые обнаружили, что у попугаев есть особенный участок в их мозге, который помогает воспроизвести человеческую речь. Этот участок мозга отсутствует у других видов пернатых. Впрочем, они могут запоминать и повторять не только слова, а любые другие звуки. Орлы – уверенные в себе птицы. Они суперхищники, и в природе им практически никто не может навредить. Орлята спокойнее других птиц относятся к исследованиям ученых. Они не сопротивляются и не пугаются. Уши сов расположены несимметрично по бокам головы, а также имеют разные формы и размер. Это позволяет сове определять направление звука и расположение его источника. Когда сова слышит звук, она поворачивает голову в разные стороны, чтобы определить, с какой стороны он исходит. Она также может изменять положение своих ушей, чтобы лучше уловить звук. Что можно узнать о сове по цвету ее глаз? Совы с темнокариями или черными глазами охотятся ночью, полагаясь на слух. Цвет глаз нужен для маскировки. Он не помогает видеть в темноте. Оранжевые глаза означают активность в сумерках и рассвете. Совы с желтыми глазами активны днем и спят ночью. Совы имеют уникальное строение глаз, которое позволяет им видеть в темноте. У них три века. Верхняя, нижняя и третья – прозрачная. Верхняя века используется для моргания, нижняя века – для сна. А третья века, называемая мигательной перепонкой, закрывает глаза, не мешая зрению. Громкость петушиного крика может достигать 120 дБ, что примерно равно громкости работающей бензопилы. Люди при таком шуме без средств защиты рискуют потерять слух. Однако петух не глохнет от своего крика. У него есть специальные мышцы, которые работают примерно так же, как мы закрываем ладошками наши уши. Это защищает его внутреннее ухо от громкого звука. Вороны могут общаться с помощью жестов. Они машут крыльями, чтобы указать направление или привлечь внимание другой птицы. Это похоже на то, как люди жестикулируют, чтобы выразить свои мысли и чувства. Голуби кивают головой во время ходьбы, так как это помогает им лучше видеть. Кивки стабилизируют изображение в сетчатке глаза, что позволяет голубям видеть более четко. Голубю необходимо видеть 75 кадров в секунду, чтобы картинка выглядела движущейся. Если посадить голубя перед экраном нашей передачи, где 25 кадров, ему покажется это набором слайдов. Голуби – одни из самых быстрых летающих птиц в мире. Они могут разгоняться до 100 км в час за 2 секунды, что примерно равно ускорению самого быстрого автомобиля, стартующего с места. Крокодилы, птицы и динозавры произошли от одного общего предка, жившего около 240 миллионов лет назад. Это означает, что они являются родственниками. Аллигаторы могут долго не есть – месяцами, потому что их тело работает медленно, и они могут сэкономить энергию. Аллигаторы также знают, как сохранять и регулировать свою температуру. Так им легче дольше прожить без еды. Крокодилы меняют свои зубы много раз в жизни – аж до 80. Новый зуб сразу растет на месте выпавшего. У крокодилов в пасти их почти сотни. Некоторые зубы могут быть длиной до 20 см. Гекконы могут легко удерживаться на любых поверхностях, потому что у них есть специальные волоски на лапках, которые могут прилипать, как магнит. Когда гекконом надо оторваться, они просто отпускают волоски и освобождаются. Это помогает гекконам легко перемещаться по любым поверхностям. Хамелеоны меняют цвет, чтобы общаться и показывать свои чувства. Они для маскировки. У них нет врагов, поэтому им не нужно прятаться. Они используют цвета, чтобы разговаривать с другими хамелеонами и показывать свои чувства. Например, они могут стать светлее, когда спокойны, или темнее, когда злые или напуганы. По статистике школьники чаще всего отвечают родителям «Ок», «Норм» и «Угу». Подростки не особо любят разговаривать, хотя на многое у них есть свое мнение. Узнать его, а также ответы на многие вопросы, можно в нашей программе в рубрике «Опрос». Какую суперспособность ты бы хотел и почему? Я бы хотела суперспособность останавливать время. Если я не высплюсь, то я смогу поставить время на паузу и выспаться. Суперспособность превращаться в волка, в больших волков и в средних, потому что волки такие крутые и главные. Способность перемещаться во времени, потому что это довольно полезно и можно сделать много чего. Например, можно переместиться в будущее и написать в запросе, какие лотерейные билеты могут быть с выигрышем в те времена, в которых ты живешь. Ты можешь просто разбогатеть и все. Я хотел бы телепортироваться, потому что это очень удобно. Если ты захотел шоколадку, тебе нужно идти в магазин. Но чтобы не идти в магазин, тебе можно было легко телепортироваться. Или ты хочешь куда-то путешествовать, то ты можешь телепортироваться в другую страну. Многие животные понимают, что такое число. Например, птицы могут различать количество своих птенцов, чтобы убедиться, что они все в безопасности. Обезьяны могут использовать числа, чтобы считать, сколько особей в своей группе. У некоторых животных есть специальный глаз на вершине головы, который называется теменным глазом. Этот глаз помогает им видеть в темноте и ориентироваться в пространстве. Он хорошо развит у некоторых лягушек, змей, ящериц и некоторых рыб. Почему на островах живут в основном небольшие животные? Потому что там мало еды и хищников. Большие животные, когда попадают на остров, перестают тратить много энергии на поиск еды или защиту. Это биологическое явление называется островная карликовость, когда животных на островах становится меньше. Утки, как и люди, любят кататься на волнах. Это занятие помогает им быстро и без усилий передвигаться по воде, чтобы добыть пищу или просто получить удовольствие. Утки катаются на волнах, используя свое брюшко вместо доски. У большинства птиц перья весят больше, чем скелет. Это связано с тем, что перья играют важную роль в полете. Они обеспечивают подъемную силу и помогают птице управлять своим телом в воздухе. Только четыре вида животных на земле приспособились к яду змей, и он их не убивает. Это мангусты, медоеды, домашние свиньи и ежи. Так что знайте, что ежики носят яблоки на спине только на картинках. В реальности они настоящие хищники могут напасть на змею и съесть ее. До того, как люди поняли, что птицы могут летать на большие расстояния, они считали, что птицы на зиму закапываются в землю, впадают в спячку и выходят из нее весной. Это мнение основано на том, что птицы исчезали с мест гнездования, осенью не появлялись до весны. В человеческие глаза видят 10 миллионов цветов благодаря трем колбочкам – синий, зеленый и красный. Большинство животных имеют только два типа колбочек, видя всего лишь несколько сотен цветов. У собак черно-белый мир, у кошек, конечно, больше, но все равно меньше, чем у людей. Существуют лягушки – саламандры, и про них есть миф о том, что они не горят в огне. Дело в том, что саламандры часто зимуют во влажных бревнах. Когда бревна бросали в огонь, саламандры просыпались и выползали из горящего дерева, не получив никаких повреждений. Из-за этого люди верили, что саламандры огнеупорны. В Швейцарии действует закон о защите животных, который запрещает содержать в одиночестве морских свинок и попугаев. Эти животные очень социальны и нуждаются в общении с себе подобными. Содержание их поодиночке может привести к депрессии и стрессу. В Новой Зеландии не было наземных млекопитающих, поэтому птицы заняли их место. Отсутствие хищников позволило многим видам птиц стать нелетающими. В настоящее время в Новой Зеландии обитает 16 видов нелетающих птиц, что больше, чем в любой другой стране мира. Змеи спят с открытыми глазами. Они вообще не умеют моргать. Все потому, что у них нет подвижных век. Вместо этого их глаза покрыты прозрачной пленкой, которая защищает их от пыли и повреждений. Эта пленка сходит вместе с кожей при линке. Самцы пингвинов Аюадели делают предложение руки и сердца, вручая избраннице идеальный камешек. Камешки – это символ любви и преданности у пингвинов. А еще камешки используются для строительства гнезда и защиты птенцов. Цыпленок поворачивает свицы так, чтобы один глаз смотрел на скорлупу, а другой был прикрыт. Это приводит к развитию близорукости в первом и дальнозоркости во втором глазу. Эта особенность позволяет курицам искать пищу одним глазом и высматривать хищников другим. Мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы, успехов и рецептов к ним. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить вкусняшки. Угощайте близким, дарите им радость. А еще мы желаем всем хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока, увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok